Русская Германия. История в следах. В начале 20-х годов прошлого века русскоязычная периодическая пресса Европы отражала весь диапазон партий и политических движений российского зарубежья. От монархистов, газета «Русская правда», до анархистов, «Рабочий путь» и «Анархический вестник». На деньги, поступавшие из Москвы, издавался просоветский «Новый мир», непримиримый к эмиграции в целом. Его издание прекратилось в апреле 1922-го, когда неэффективность такого прямолинейного подхода стала очевидной. Газеты «Руль» и «Накануне» выходили ежедневно, пять или шесть других еженедельно, не считая кратковременных малоуспешных проектов. Демократическая газета «Руль» была наиболее крупным и авторитетным периодическим изданием. Она была образована в 1920-м году эмигрантами, членами кадетской партии и просуществовала до октября 1931-го. Распространялась по всей Европе. В 1923-м году объем газеты увеличился с 8 страниц до 16-ти, начинает выходить иллюстрированное приложение «Наш мир», но, отметив десятилетний юбилей, «Руль» прекратил существование. Газета «Накануне» была основана по решению Политбюро РКПБ и стояла на позициях примиренчества между белыми и красными. Она продавалась также в Москве и Петербурге. Первый номер вышел 26 марта 1922 года, а два года спустя тоже Политбюро своим постановлением газету и закрыло. Русский Берлин. История в следах. Главным редактором «Накануне» был профессор-юрист, кадет, бывший министр иностранных дел в правительстве Колчака Юрий Ключников. Многие мигранты, называя газету «Премиренческой», относились к ней отрицательно и вообще не считали ее эмигрантским изданием. И обоснованно. «Накануне» была единственной зарубежной русскоязычной газетой, имевшей свое представительство в Москве. Судьба Юрия Ключникова сложилась трагически. Сначала советское правительство предложило ему, как корреспонденту «Накануне» и юристу-эксперту, войти в состав делегации Советской России на Генуэзской конференции. Он блестяще справился со своими обязанностями и в августе 1923-го вернулся на родину, где работал в отделе международной политики коммунистической академии, преподавал, консультировал в наркомате иностранных дел, печатался в журнале «Международная жизнь». Казалось бы, жизнь наладилась. Но в январе 1938-го Ключников был расстрелян за шпионско-террористическую деятельность. Александр Дроздов, белый бандит по выражению историка берлинской миграции Романа Гуля, возглавлял журнал «Сполохи». Его идеей было сплотить русских писателей, как эмигрантов, так и живших в России. В 1923 году Дроздов неожиданно вернулся в СССР, где работал в журналах «Новый мир», «Молодая гвардия», «Октябрь», а также написал роман о белой миграции. Счастливо миновав лихолетие репрессии, Дроздов спокойно почил на родной земле. В 1921 году в Берлине начал выходить журнал «Социалистический вестик», который издавали меньшевики-эмигранты. Он печатался в Берлине, потом в Бернии, Париже, Льеже, Нью-Йорке и просуществовал аж до 1965 года. Бывший комиссар Временного правительства при штаб-квартире Верховного главнокомандующего Владимир Станкевич в январе 1920-го организовал в Берлине группу «Мир и труд». Она издавала газету «Голос России» и журнал «Жизнь». В них, наряду с призывами примирить Ленина и Врангеля, выражалась надежда на эволюцию новой власти в России в сторону демократии. Среди авторов был поэт Саша Черный. Жизнь закрылась в 1921-м, а «Голос России» годом позже была преобразована в «Дни», которая выходила до 1925 года в Берлине, а потом переехала в Париж. Были свои издания и у представителей художественной мигрантской интеллигенции. Группа «Мир искусства» с 1921 по 1926 годы выпускала иллюстрированный литературно-художественный журнал «Жар-птица» и редактировал его Саша Черный. У издания была очень качественная полиграфия. Оно освещало художественную жизнь не только в Берлине, но и в русском зарубежье в целом. Всего вышло 14 номеров. Конструктивисты издавали журнал «Вещ» под редакцией Эля Лисицкого и Ильи Эренбурга. «Вещ» была заявлена как журнал, призванный стать трибуной мирового художественного авангарда. Издавался он на трех языках – русском, немецком и французском. В нем печатались Пикассо, Ле Корбюзье, Майковский, Мирхольд и другие деятели левого искусства. Но вышли, однако, только три номера. «Русский Берлин. История в следах». Очень заметный след оставил в русской мигрантской жизни журнал «Новая русская книга», ставший примечательным летописным документом русской культуры начала 20 века. Главным редактором журнала был профессор международного права Александр Семенович Ященко. Он прибыл в Германию в составе советской делегации в марте 19-го года, отказался вернуться в РСФСР и вскоре организовал журнал. Его редакция располагалась на Аугсбургер-штрассе. Здесь стремились создать мост, соединяющий зарубежную и русскую печать. Журнал вел хронику литературной жизни. В России значительная часть его страниц отводилась рецензиям на произведения Белого, Горького, Есенина, Куприна, Маяковского, Пастернака, Северянина и многих других. Ко второй половине 20-х годов большинство эмигрантских изданий прекратили существование, тем более ко времени прихода к власти нацистов. Но была и газета «Новое слово», которую издавал Владимир Деспотули. До 1933-го это был сборник напечатанных на машинке листов, иногда размножавшийся на ротаторе. Придя к власти, нацисты обратили внимание на Деспотули благодаря стечению обстоятельств и рекомендации начальника управления русской миграции генерала Бескупского. Нельзя сказать, что Деспотули был идейным нацистом, но такой ему выпал жребий, от которого он не отказался. В газете была дана поддержка, и «Новое слово» просуществовало до 1944 года. Ее большую часть составляли пронацистские и антисемитские материалы, написанные на весьма высоком литературном уровне, поскольку с газетой сотрудничали профессионалы из числа оставшихся в Берлине русских эмигрантов. В 1943-1944 годах редактором шахматного отдела был чемпион мира по шахматам Александр Алёхин. Деспотули рискнул было вести свою собственную борьбу с большевизмом. Он попытался создать в разных организациях на оккупированных немцами территориях России сеть агентов Народно-трудового союза, которая могла бы проявить себя либо после победы германской армии, либо, наоборот, после освобождения от нее Советской России. Немцы отреагировали по-своему, и Деспотули попал в гестапо, где его подвергли реальным пыткам. Но дела на фронте становились все хуже, и гестаповцем стало не до русского газетчика. Да и не принес он никакого вреда рейху. С приходом Красной армии Деспотули получил 11 лет лагерей, отсидел весь срок и вернулся в Берлин, где до пенсии работал преподавателем русского языка в восточной зоне, а потом переехал с женой, которая тоже отсидела свое Фергое. Скончался он в 1977 году, и с его смертью закрылась последняя страница берлинской русскоязычной прессы первой эмигрантской волны. Русская Германия. История в следах.